шуршали подшипники в газовом котле ну соответственно в газ мы не лазих надо сказать что вот этот болтик на герметике по моему был да вот значит погрели газовой горелочкой вот эти все момент сняли сейчас возьмем даст добавил волчебные смазки подшипники смотрите как подшипник рысь быстро 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 7 лет дает знать себе работы сейчас добавим подшипник смазку что все будет нормально все готово подшипники заправить начинаем собирать так ну что вода льется котел работает крыльчатка крутится огонь бурит так ну что вчера газовый котел отремонтировали подшипники вот на ракушки которые воздух засасывать а сегодня ремонтируем мульчер те же самые подшипники только побольше чуть-чуть вот все вчера разобрали благополучно сейчас будем вот эту разбирать валик вот этот надо втулочки туда вставить вольщебный вот и потом соответственно будем все это хозяйство назад собирать сюда втулки заказал у токаря верни не сюда вот это вот эта штука вот эта штука заходит вот в эту втулку вот сюда ну чтобы не наматывалась как вы видите от буртовку очень маленькая ну порядка там полутора сантиметров ни о чем сюда трава наматывается соответственно я хочу заказал вот так еще по три сантиметра от буртовку чтоб трава туда не лезла чтобы не наматывал туда соответственно я туда приварю вал туда встанет ну вот хоть мульчеры китайский ну блин железяки конечно сделано вообще прямо мощнейшие вот эти вот вещи подшипник вот один развалился он развалился за того что я вот так понимаю выколачивал подшипник не развалились ничего с ними случилось но заменил заменил есть по 400 рублей подшипники китайские есть какие-то наши по 800 поставлю два подшипника года три или четыре что лет мульча проходил я считаю достойно вообще прямо никаких вариаций никаких нареканий просто бомбическая вещь вал тяжелющий еле вытащил его оттуда ладно сейчас разбираем вот это на столе бардачеллу вот это укладываем на стол и вперед ну вот вроде все сейчас при приеду подшипники сальники болты закрутил на герметик посадил все четко ну вот и все осталось только суда втулки посадить втулки тоже что не вечером приедут по наружке привариваю и все соберем и опять как говорится в работу так ну что все собрано значит здесь не было ни стопорного кольца никакого ничего нарезали болгаркой штробу засунули сюда стопорное кольцо так здесь грязи отбойник сделали и соответственно здесь никакого стопорного кольца тоже не было и вал немножечко туда сюда ходил где-то по пол сантиметра соответственно вот в этом месте он чуть-чуть вал сшлифовал пришлось сделать набойку чтобы короче говоря подшипник осадить плотно то есть подшипник прямо заколотили туда тихонечку 500 граммовым молотком и сделали стопорное кольцо все сейчас будет собирать вот эти все вещи шкивы валы ну и в принципе все собрано уже готово дело все подсобрал забыл еще показать вот наваренные элементы и теперь вал полностью в них скрывается чтобы дрова туда не наматывать здесь еще больше вот здесь три сантиметра получилось здесь полтора иначе в подшипники в сальнике трава лезет всего собрал ремни натянули не знаю кто здесь ремни короче подбирал но вот этот валик вообще здесь не имеет никакого значения потому что ремни прямо деваются вот здесь вот через монтажку а там через отвертку надо будет смотреть чего-нибудь чуть-чуть побольше чтобы ремни нормально одевались в принципе вроде всех кожу ходить осталось и все